Псалом 3 с объяснением. Псалом 3 с объяснением. Псалом 3. Обретение силы в Боге в трудные времена Давидом. Псалом 3 – это глубоко личное и трогательное стихотворение, отражающее внутреннее смятение царя Давида в сложный период его жизни, когда он был вынужден бежать из Иерусалима в поисках безопасности. Это видео исследует тему спасения, веры и защиты в Боге, предоставляя зрителям понимание и вдохновение. Не забудьте подписаться на больше контента о псалмах и библейских учениях. Псалом 3. Объяснение. Надежда на помощь Божью. Псалом 3 – это глубоко личное и проникновенное стихотворение, которое отражает внутреннее состояние царя Давида во время трудного периода его жизни, когда он был вынужден бежать из Иерусалима, спасаясь от мятежа своего сына Ависалома. Этот псалом, вдобавок, является зеркалом души, которое показывает, как человек, оказавшись в беде, обращается к Богу за помощью и находит утешение в его защите. Этот псалом, подобно предыдущему второму псалму, проливает свет на глубокий образ Искупителя. Но в то время как второй псалом представлял Давида как царя в период его рассвета и могущества, третий псалом показывает его в момент глубокого отчаяния и страха. В этом контракте мы видим не просто историю одного человека, но и глубокую метафору божественной защиты, которая не изменяет и не оставляет своих в трудные моменты. Глубокая вера в Бога Давид, оказавшись в бегах, сперва выражает свою боль и обиду на врагов, которые преследуют его. Он говорит о чувствах страха и отчаяния, которые овладели им. Однако, его слова не полны отчаяния. В них слышится не только жалоба, но и глубокая вера в Бога. В своих молитвах Давид не теряет надежды. Он понимает, что только Бог может спасти его от беды. Он повторяет свою веру в непоколебимую силу Бога, который всегда рядом с ним и не оставляет его. В своих молитвах Давид обращается к Богу с просьбой о защите и покровительстве, показывая нам, что вера в Бога – это не просто слова, но глубокое и искреннее доверие. В стихах 5 и 6 Псалма Давид вспоминает прежние времена, когда он испытывал божественную милость и получал ответы на свои молитвы. А также он говорит о том, как Бог даровал ему мир и радость, как он чувствовал себя в безопасности под защитой Всевышнего. Более того, эти воспоминания даруют ему силы в трудные времена, подтверждая его веру в то, что Бог не оставит его и в этот раз. Наш духовный путь. Псалм 3. Таким образом, является не просто историей из жизни Давида, но и глубокой метафорой нашего собственного духовного пути. Он учит нас, что даже в самые трудные времена мы должны обращаться к Богу с верой и доверием. Он показывает нам, что Бог всегда рядом с нами. И, конечно, что мы не одиноки в своих страданиях. Псалом также говорит, что вера – это не просто слова, но глубокое внутреннее чувство, которое дает нам силы преодолевать все жизненные испытания. Искать утешение у Бога. Вера Давида в Божью помощь. Третий псалом, написанный царем Давидом во времена его бегства от своего сына Ависалома, отражает глубокие переживания человека, оказавшегося в сложной ситуации и ищущего утешение у Бога. Мало того, в этом псалме Давид переживает глубокий страх, который является следствием предательства собственного сына. Он защищает себя окруженной врагами, которые хотят его уничтожить. Но даже в такой ситуации он не теряет надежды, обращаясь к Богу с мольбой о помощи. Четвертая строка псалма подчеркивает, что Давид, вопреки своим страхам, обретает силу и побеждает над ними, полагаясь на Бога. Он не только молится о защите от врагов, но и обретает внутреннюю силу, чтобы противостоять им. Благодарность и похвала Богу за спасение. Пятая строка псалма является выражением благодарности и похвалы Богу за спасение, которое Давид получает. Кстати, он признает, что именно Божья милость и благословение даруют ему безопасность и спокойствие. Этот псалм, написанный в момент отчаяния и страха, является свидетельством веры Давида. Он не просто молится о помощи, но и возносит хвалу Богу за то, что он получает. Псалм 3 учит нас важным уроком веры и надежды. Он показывает, что даже в самой сложной ситуации человек может найти утешение и силу в Боге. Важно отметить, что Псалм 3 написан в контексте реального исторического события, которое глубоко тронуло Давида. Вдобавок, в этом псалме проявляется личная вера царя Давида, его глубокая вера в Бога и его способность найти утешение в трудные моменты жизни. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению, спасению и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok